Как вы знаете, мы сейчас находимся на сплаве и показываю все видосы вам, собственно, оттуда. И для того, чтобы наш зритель, который любит строительную тематику канала, не огорчался, мы поставим сегодня вот такой вот мини-обзорчик на систему газонокошения. Но прежде всего, друзья, должен вам сказать, появился мед, разнотравия, дягель, василек, правда, будет в августе, а акация уже закончилась. Но вы еще успеете дягилек, таежный дягель и наше вкуснейшее целебное разнотравие можете еще отведать. Все на нашем вот этом сайте, жарковский-мед.рф, в описании под видео, там все ссылки прям кликабельные, кликаете, переходите, там заказываете, все отправляю. Второй момент, друзья, на Дзене у нас проходит очень много разных конкурсов, викторин, и вот зря, что вы это пропускаете. Подписывайтесь на канал, там интересно. Ну, а мы начинаем. Травы у меня на территории большое разнообразие, большое количество. Не лучшее место я показываю, это задний двор, он еще пока у меня ландшафтным дизайном не испорчен. Так, ну это другие работы, это вам потом расскажу. Сегодня расскажу вам про газонокосилки, с которыми я уже столкнулся, сделаю обзор, покажу некоторые нюансы, которые очень важны для понимания правильной, качественной работы этой техники. Смотрите, это важно. Начинаем из дома, поехали. Вы знаете, у меня есть газонокосилка типа триммера на колесах. Я ее сейчас перевез на разнотраве. Потом у меня есть косилка 6.0, хетр, помните? Чтобы в памяти это немного освежить, буду показывать сразу. Ну, я их уже обзоры на них делал, вы их видели. Волею судеб, короче, я остался как сапожник без сапог. Потому что все развез по разным пасекам, ну, дела надо делать, и это мне очень необходимо. Вот, а остался я вот с этой старой бедолажкой, которая уже разваливается на ходу. Я вам показывал ее в одном из шорцев, где делал на нее систему этого очистки. К тому же, вон, видите, просто все на веревочках. Ну, короче, даже доставать ее не буду. А суть вот какая. Мне доставку сделали. Сейчас моделька новая. Сейчас я ее распакую, и вам просто полностью ее покажу. А вы сами посмотрите и сделайте выводы. Травы наросло куча. Вон там трава. За оградой куча травы. Как во всех этих нормальных фирменных анбоксингах. Я, конечно, ее уже смотрел, но, правда, не доставал. Вот, потому что ее доставили, собственно, саму недавно. Так, в чем отличие? Смотрите, на версии 6.0 это все было пластиковое. Здесь же это все продувается хорошенько, и траву выхлопывать удобнее. Собственно, больше не намного сильно отличается. Только то, что у нее на одну лошадь больше здесь, в этой модели. Круто еще то, что машинка самоходная. Так, смогу ли я ее сам выдернуть? Не знаю. Но попробую. Да, конечно, смогу. Что я газонокосилки не выдергивал, что ли? Бам! Что меня зацепило в этой линейке, и почему я решил становиться именно на серии Хётр, это в удобстве эксплуатации. Во-первых, машина-самоходка, это я уже сказал. Второе, есть боковой выброс, есть сборка в пакет. Ну и очень хорошо режет. Так, сейчас я быстренько ее соберу, да вы смотрите. В комплекте паспорт, свечной ключ и набор фиксационных винтов. Сын у меня главный напарник по всему строительству. Смотри, сын, в общем, устанавливается крайне просто. Хоп! Все, и мы работаем с компостом, то есть с травой, которая скашивается. Вариант номер два. Смотри, мы убираем вот эту штуку, а вместо корзины вот здесь есть кнопочка. Поднимаем вверх, и сюда устанавливается вот такая вот система. И теперь у нас трава просто идет вся в боковой скос. Супер! Заливаем масло, заливаем бенз и пробуем. Попробуй снять сам корзину. А, да ты все умеешь. О, парень! Молодец! Кстати, я вам не говорил, Никита у меня уже самый крутой газонокосильщик и топчик бань. Сможешь поставить сам? Повыше поднимаешь, там зацепляешь, да, за железки. Вот за эти железки, да, цепляем. Все, молодец! Сейчас будем учиться. Смотри, хочешь сам попробовать? Давай. Зажимая одну, она у тебя заводится и работает. Зажимая вторую, она еще и едет. На картинке здесь написано, смотри, привод колес, это вот это, которое сзади, а газ и двигатель, это вот это. Все просто. Надо обязательно, смотри. Да, теперь мы берем вот эту дергалку. Да, смотри, сейчас я ее вытяну немножко. Подожди, держи, держи косилку. Мы ее вот так вытягиваем. Хоп. Все, и вот так она хранится. Так, заливаем масло, чтобы не забыть. Все, поехали. Помните, я как-то очень-очень давно рассказывал вам, что набрал масло. Прям набрал его хорошенько, чтобы у меня его прям много было. Так вот, у меня есть масло на все случаи жизни. Есть для четырехтактников, даже есть трансмиссионное для компрессора. Тоже четырехтактники. В общем, там цепное, полусинтетика для двухтактников. В общем, ребят, советую, вот так один раз взяли по пять-десять банок, и все, и у вас все хорошо. Хорошо, и теперь заливаем сюда маслице. Тут даже есть щуп настоящий, модный, с мерной шкалой, друзья. Так, газонокосилка свежая, поэтому в нее еще никто ничего никогда не заливал. Еще один важный момент, который я должен сказать, потому что совсем недавно у меня один товарищ мой как раз с этим въехал в пень. Только 92-й бензин. Ни в коем случае 95-й лить в газонокосилке нельзя. И не только в газонокосилке, но и в снегоуборочнике. Никакого 95-го, только 92-й. Я понимаю, что у нас продают бензин, который 95-й, по факту 76-й, но тем не менее, вдруг он все-таки будет качественный. Не вздумайте. Это я сейчас залил остатки, и теперь открываем новую банку. Так, друзья, я сотни раз рассказывал, как работать с бензиновой техникой, потому что у меня просто ее очень большое количество. Все элементарно, смотрите. Как бы это очень просто, но нужно придерживаться определенных правил. Первое, залили бензин, проверили масло, это очень важно. Второе, сын, кстати, слушай тоже. Дальше сделаем 3-4 подкачивания, можно 5. У меня сейчас первый раз, сейчас вообще там пусто, поэтому я прям нормально подкачал, чтобы почувствовать, что все в пузырек забитый. Дальнейшие действия. Мы включаем только часть, которая отвечает за мотор, но не трогаем пока движение. Берем кикстартер, сын, и первый раз делаем два спокойных таких движения, не заводя газонокосилку, для того, чтобы там все встало на свои места. Надо сказать еще момент. Сейчас мы первый тест сделаем с эффектом мульчирования, то есть сборки в контейнер. А потом уже попробуем просто с боковым выбросом. Вообще, на самом деле, постоянно я пользуюсь боковым выбросом. Вот эта штука только для опыта. Два раза дернули, и теперь заводим. Я не знаю, слышно меня или нет. Дальше подключаем мотор. Ничего себе, сын, прошли немножко, смотри, сколько. Вот мульча. Вот эта мульча теперь идет на теплые грядочки. Или в компост. Куда я, Жень? Куда? В огурчики. 78 литров за минуту. Да, она теперь собирает сюда, но это потому, что я такую услугу включил. Кстати, друзья, момент. Смотрите. Я не знаю, почему у меня так получилось. Вот такая глупость. Тем более, что я знал. Собственно, по прошлой машинке. Вот здесь, вот в этом месте. Ух ты. Сейчас выдергивал. Сейчас выдергивал. Смотри, сколько завалило. Ну вот. Вот в этом месте стоял специальный защитный пластиковый короб. Но он ставится везде. И на прошлой машинке он стоял. В общем, когда хочешь пользоваться не контейнером, а боковым выбросом, то вставляется специальная защитка. По глупости вообще я даже не стал сначала вам показывать, потому что ну как-то стыдно стало, что я так сделал. Сейчас мы ее установим обратно и будем пользоваться боковым. Она вот здесь стояла, смотрите. Тыкай. Ага. Вот так. Все. Здесь закрыли. А теперь ставим боковой. Сын, тебе надо учиться. Давай ставь боковой. Вот боковинка. Смотри. Вот здесь нажал на кнопочку. Поднял. Теперь вот сюда заводи под две железные. Да. Вот так. Хоп. Завел. Все. Вниз опускай. И поджимаешь. Все. Теперь она будет работать боковым. Хочешь попробовать? Да. Давай. Зажимай верхнюю. И стартуй. Ты умеешь. Давай. Давай. Сможешь. Я уверен. О, молодец. Так, газонокосилка. Бедоложка, которую я спасал. Она уже перекрашенная. У нее мотор уже заменен два раза на китайский. Вот. Что могу сказать? Я ее затачивал. И она так не косит, друзья. Вот что значит новая машинка. Новая машинка. Прелесть. Скорость, конечно, просто улетная. Топит просто нереально. Вот. Гонка. Сейчас пойдем за оградой еще. За оградой еще покосим. И полетаю вам на коптере, покажу. Друзья, аппарат просто рвет и мечет. Я не ожидал. Сейчас происходит сам процесс кошения травы. Если быть честным, то изначально мне не понравилась скорость аппарата. То есть, когда я его включаю, что бежать надо за ним. И я думал, вот как это будет на большом бурьяне. Друзья, показываю без всяких ускорений и так далее. Сейчас видео с коптера. После него я вам покажу, как я прокашу траву прям вот визуал. И это происходит все в онлайн режиме без каких-то ускорений. Этой скорости хватает для того, чтобы высокий бурьян просто рубить и уничтожать. Вообще машинка вещь. И самое главное, что в ней несколько систем безопасности и, так сказать, защита от дурака тоже работает. Поэтому в любом случае, отпустив газ-педаль, например, потянувшись к самому аппарату, он сразу же заглохнет. Прям в долю секунды. Также, что мне понравилось и почему теперь мой сын легко управляется машинкой. Потому что она самоходная. И причем прям нормально так топит. Ну, собственно, что я рассказываю, смотрите, все в кадрах есть. Пользуясь случаем, пока не забыли, друзья, и чтобы вы были в курсе. Это моделька GLM-70SL. Ширина среза 53х, сантиметра аж, потому что это максимальный в своем роде для газонокосилок такого рода. В основном это 40, 45, максимум 50. 53 это прям уже про-версия. Высота среза от 25 до 75 миллиметров, то есть сантиметров 7,5 максимум она может поднимать. И от 2,5 делать красивый газончик для игры в гольф. Объем травосборника 75 литров. Мощность двигателя, как я уже говорил, 7 лошадиных сил. Предыдущая версия, чтобы вы понимали и знали, и помнили, она у меня была 6-ти лошадиная. Но этого уже достаточно для работы с травой. Это же будет просто рубить все, что можно. Функция мульчирования это как раз с использованием заднего кармана, то есть вот этой сумки. Тогда она будет мульчировать, и вы можете делать эти теплые грядки и так далее. Боковой выброс имеется, что очень круто для газонокосилок. На моих предыдущих газонокосилках других фирм такого счастья не было. То есть она просто, ну я вам только что показывал газонокосилку, которая у меня просто подвязана сзади, чтобы она выбрасывала. Она наматывает на себя кучу травы, и мне приходится все это дело вымывать, вытирать и так далее. Боковой выброс делает газонокосилку внутри чистой, снаружи красивой по-прежнему. Рекомендую к покупке 100% на свой участок, так как модель себя зарекомендовала. Вы видели у меня уже снегоуборочник, измельчитель, помпу, вибратор для грунта и так далее. То есть много у меня уже техники Хётер, и вся она работает прям исправно. Так, а я специально для вас, братцы, оставил вот такой вот клочочек для того, чтобы показать, как эта машинка справляется с таким бурьяном в долю секунды. Так, ну и по сути у нас остался процесс чистки. Сейчас покажу, как выглядит дно теперь у машинки. Потому что, конечно, я его закидала травой. И мой совет, друзья, вопреки всем мнениям, днище промывать каждый раз. Тогда оно останется гладким, и к нему будет меньше приставать травы. Руки у меня такие зеленые, потому что я уже траву там немножечко убирал. Все моем, чистим и консервируем до следующей травяной уборки. По понятным причинам, это мы на коптере летали, Джек у меня очень не любит коптер. Точнее, он его любит, наоборот. Он очень хочет с ним поиграть, но ему нельзя. Вот. Если вы купили технику только что, обязательно через 5 часов нужно поменять масло. И потом, каждая замена, 30 часов. Чуть-чуть подниму. Вот так. Так, а я вам-то не показал. Не так уж и страшно. Но вот тут набросало. Там стоит пластиковая защита специальная. Вот. Тут она, конечно, намотала на нее. Так, и мы словили один камешек. Вот он. Сын, ты сильно не загибаешь, чтобы бензин не тек. Так, мне нужна вторая рука. Надеюсь, для кого-то это была информация полезна, потому как кто-то, возможно, даже не знал, что, например, в 95-м заправлять нельзя, и сейчас целенаправленно убивал свою технику. Теперь же знает. Заправляйте качественным маслом, заправляйте качественным, правильным бензином, и все будет в вашей теме хорошо. Ссылка на газонокосилки у меня под видео, там же намет, там же ссылка на наш телеграм и дзен-каналы. Подписывайтесь, буду всех рад видеть. Все. А я дальше на сплав. Побежал. Ребята ждут, мы тут причалились ненадолго. Скорый выпуск через два дня. Все. Всем пока-пока. Увидимся на следующей неделе.